МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы начинаем утренний выпуск новостей на телеканале ОРТ. В студии Михаил Карин. Задать вопрос исследователю сегодня смогут жители города Сороченска. Там состоится личный прием граждан. Проконсультировать жителей и выслушать жалобы готов руководитель Следственного управления Оренбургской области Сергей Колотов. Прием продлится 2 часа. Начало в 11.00. При себе необходимо иметь паспорт. Предварительная запись не требуется. Сегодня в Доме Совета в рамках акции «Культура на дорогах» пройдет круглый стол на тему стратегии безопасности дорожного движения. Мероприятие проведет вице-губернатор Дмитрий Кулагин. На заседании будут присутствовать самые разные ведомства. ГИБДД, представители транспортной сферы, Министерство образования и здравоохранения и подрядные организации. Ими и будут обсуждаться вопросы безопасности и снижения количества жертв на дорогах области. За многолетнюю и добросовестную работу. Накануне в Гербовом зале областного губернаторского краеведческого музея прошла церемония вручения государственных наград. Орденов и почетных званий удостоилось 12 оренбургцев, представителей различных профессий. Наш корреспондент Виталий Дерябин выяснил, какие именно их заслуги были отмечены главой государства. Четверо новых заслуженных работников сельского хозяйства. Оренбуржий регион аграрный. Его вклад признан на государственном уровне. А на уровне областном в передовиках в Ташлинский район. И в поголовье скота, и в пассивных площадях. Особенно в Азимах. В этом году их 45 тысяч гектар. Больше, чем где бы то ни было. Именно поэтому глава района считает, его награда это заслуга и местных аграриев. Это их труд сегодня, их работа, которая сегодня дает возможность Ташлинскому району быть лидером. На протяжении 15 лет Ташлинский район добивается высоких результатов и в полеводстве, и в животноводстве. Я считаю, это их основной труд, который позволил мне сегодня получить это звание. Главраль 4-й горбольницы Орска Владимир Коган тоже говорит, без его коллектива новой награды не было бы. В предыдущем Орденном за заслуги перед Отечеством 2-й степени отмечены его личные успехи в хирургии. Но нынешней, 1-й степени, за достижение десятков человек, сотрудников сосудистого центра, куда экстренно госпитализируют при критическом состоянии здоровья. То подразделение, поселок, которое спасает пациентов с инсультами и инфарктами, добилось такого, что по спасению жизней мы спасли в два раза больше, чем город Оренбург, например. А Юрий и Екатерина Бегни свою награду заслужили не в шахте или в поле. Их профессия – родители. Медали Ордена «Родительская слава» они награждены за воспитание шестерых сыновей и дочерей. В поселке Актюбинске Светлинского района их знает и уважает каждый. А глава семейства хорошо знает пословицы – про здоровье тела и дух, и пользу учения. Помогаем в спорте. И большой акцент мы ставим на образование. У меня сейчас дети, два сына уже отучились. Дочь сейчас учится в педагогическом колледже. Сын также учится, и в этом году поступил я. Губернатор, вручая награду от имени и по поручению президента, говорит, все эти люди – гордость Оренбурге. Такие были, есть и будут всегда. Профессионалы, общественники, носители семейных ценностей, прославляющие область на всю страну. Уважаемые земляки, примите мои искренние поздравления и пожелания новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Виталий Дерябин, Игорь Бероев, Новости дня. «Читаем и чтим» продолжает бороться за звание лучшего в России. Проект нашего телеканала прошел финал конкурса «Смиротворец». Награждение состоится уже 22 ноября. Победители федерального этапа соберутся в Москве. Напомним, что проект «Читаем и чтим» заявлен в номинации «Родные языки». Работу авторов ОРТ уже оценили на окружном этапе. На конкурс было заявлено более полутора тысяч работ и почти 170 средств массовой информации со всего Приволжского федерального округа. Всероссийское жюри выбрало лишь 15 победителей, в их числе и наш телеканал. Награждение проходило в Йошкар-Оле. «Читаем и чтим» получил диплом второй степени за сохранение родных языков народов Оренбуржья. Это позволило ОРТ бороться на федеральном этапе. Напомним, что в прошлом году еще один проект ОРТ стал призером конкурса «Смиротворец». Программа «Туристический рецепт» вошла в тройку лидеров России. Идея нашего телеканала была оценена в рамках специальной номинации «Этнотуризм». И в продолжении национальной темы. В песне «Душа народа». Так считают участники ансамбля в татарской коргале «Пламенные сердца». Они исполняют композиции только на татарском языке и только в национальных костюмах. Уже в эту субботу на телеканале ОРТ очередной выпуск программы «Туристический рецепт». В новом сезоне авторы знакомят с культурой и обычаями народов Оренбуржья. Как вы уже догадались, речь пойдет о татарах. О чем мелодии известного ансамбля узнала моя коллега Наталья Мороз. Вот так, с песней и чак-чаком в руках, здесь принято встречать гостей. Коллективу недавно исполнилось 15 лет. Некоторые его участники поют с самого основания. Встречаются раз в неделю на репетициях. В плотном графике и творческие встречи с сельчанами – торжества, праздники. Выезжают даже за пределы родного края на конкурсы из Сабандуи. Мы популярны по-своему. Нас приглашают в Ашкирию, Татарстан. Вот только в июне месяце мы в Буздяк ездили 500 километров отсюда на фестиваль Беляшей. Екфар Давлитьяров – руководитель ансамбля по совместительству аккомпаниатор. В татарской мелодии, говорит он, ведущий место занимает гармонь. А человек, который умеет играть на этом инструменте, всегда ценился особенно. Екфар признается – музыкального образования у него нет. На гармонии учила играть мать. Впервые взял инструмент в 7 лет. Мы сами татары, поэтому нам лучше этих песен нет, наверное. Особенность в том, что они для нас очень понятны и искренне мы их исполняем. Есть и грустные песни, и жизнерадостные. Мы в основном склоняемся к жизнерадостным, веселым песням. В ансамбле не только поют, но и устраивают вот такие музыкальные дуэли. Баян против саратовской гармонии – такие номера особенно любят зрители, признаются артисты. Поступают участники в национальных костюмах. Обязательно тюбетейка у мужчин и калфак у женщин. А также камзол – жилет. Он есть и в мужском и женском образе. Благодаря фольклорному ансамблю в татарской Каргале продолжают возрождать национальное песенное творчество. Артисты уверены – лучшие их номера еще впереди. Наталья Мороз, Владислав Горбунов и Семен Воробьев. Новости дня. На нашем телеканале реклама. Очень скоро мы продолжим наш выпуск. В Ясном сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который управлял автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что он ранее уже был лишен водительского удостоверения. Сотрудниками ГИБДД задержан 48-летний местный житель. Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило и медицинское освидетельствование. Мужчина уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. В настоящее время дознавателем межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России Ясненский возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в нарушении правил дорожного движения лицом подвергнутым административным наказанием. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы. 244 человека погибли в области только с начала этого года. Такую статистику приводила региональная ОМВД. О том, как избежать трагедии на дорогах, сегодня рассказали специалисты Российского экспертного центра движения без опасности. Оренбургская область – один из 15 регионов, где побывали активисты. Подробности у Ольги Энгельс. Это проверка реакции водителя на внезапно появившегося пешехода. В результате ДТП пострадал только Петрович. Так прозвали эту учебную куклу. В эксперименте участвует водитель автотранспортного предприятия. Татьяна за рулем пассажирского автобуса почти 10 лет. Говорит, такие ситуации на дорогах города происходят практически ежедневно. Согласна с учебной программой. Чувствую, какие страшноватые, когда впереди какое-то препятствие. Смотреть надо глаз да глаз за всеми, за дорогой, за пассажирами, чтобы там никто не падал. Резко не тормозить, это естественно. Такие упражнения не показывают в автошколе. Это комплекс контраварийной подготовки. После практики многие водители признались, что несмотря на опыт, часто не задумываются о последствиях. Это тормозной путь 20 километров. Сейчас наш водитель поедет 40. Согласно законам физики, при увеличении скорости в 2 раза, тормозной путь увеличивается в 4. Подобные курсы подготовки – часть социальной всероссийской компании «Культура на дорогах», которая появилась в рамках исполнения федеральной стратегии. Она должна обеспечить безопасность дорожного движения и снизить смертность до нуля. Компания, которую мы привезли, она в том числе как раз разработана в рамках поручения президента Российской Федерации и действует в поддержку стратегии «Ноль». То есть, как вы сегодня уже видели, мы разработали некоторое количество активности, которое направлено на разные слои и на разных представителей участников дорожного движения, от совсем маленьких детишек до уже профессиональных водителей. Пропаганда «Культура на дорогах» и безопасность дорожного движения. Активисты экспертного центра будут работать в Оребурской области всю неделю. В планах провести тематические уроки в 50 школах и детских садах, лекции для родителей и педагогов. Специалисты выйдут на улицы города, чтобы ответить на самые актуальные вопросы водителей и пешеходов. Ольга Энгельсмен-Воробьев, Новости дня. О погоде. Тепло в Оренбургской области пока не сдаёт свои позиции. На этой неделе на улице установятся дневные плюсовые температуры. Только к её концу столбик термометра покажет минус. В регионе будут наблюдаться туман с осадками. Но, несмотря на эти явления, зимней погоды ждать не придётся. Тепло на Южном Урале сохраняется благодаря обширному антициклону. В область поступает тёплый, влажный атлантический воздух. Только местами небольшие осадки. Они ожидаются и в среду, прогнозируют синоптики. Помимо дождей, в середине недели густые дымки и туманы. Температура в ночные часы от нуля до минус пяти. Днём воздух прогреется до плюс пяти. В четверг и пятницу показатели изменятся лишь на несколько градусов. Восьмого облачно с прояснениями, местами осадки. Опять-таки ночью и утром туманы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Ночью минус два плюс три, днём плюс один плюс шесть. И в пятницу облачно с прояснениями, местами осадки. Выходные осадков не будет. Однако станет прохладнее. Температура значительно начнёт понижаться. В субботу ночью до минус десяти градусов. Днём столбик термометра поднимется до минус пяти мороза. В воскресенье ночью до минус четырнадцати градусов. А днём воздух прогреется до минус двух, минус семи. Это типичная погода для ноября, отмечают в гидромедцентре. Снег в эти дни, по прогнозам метеорологов, также обойдёт стороной регион. К новостям из мира спорта. Сегодня хоккейный клуб Южноурала открывает очередную серию домашних игр. В очередном туре высшей хоккейной лиги, Кубка Шёлкового пути, арчане встретятся с каргандинской сыраркой. Наши спортсмены на данный момент занимают 22 место в турнирной таблице. Сырый Арка, в свою очередь, в 22 играх набрала 22 очка и находится на 17 месте. То есть в среднем каргандинцы в этом сезоне стабильно набирали одно очко за игру. В недавних пяти матчах хоккеисты Казахстана одержали четыре победы, один раз оступившись. Южный Урал же провёл 20 игр и имеет 16 очков. В недавних пяти матчах арчане одержали две победы. История встреч двух команд насчитывает 12 матчей. Победа и поражение коллективы разделили поровну в 6-6. Матч начнётся в 18.30 в Ворском дворце спорта «Юбилейный». Лучшие в настольном теннисе. В Оренбурге продолжается восьмой всероссийский турнир по настольному теннису памяти Виктора Черномырдина. Порядка ста спортсменов из более чем 20 городов страны начали бороться за звание лучших. Как проходил первый день соревнований и почему этот вид спорта интересен молодёжи – в нашем следующем сюжете. На Оренбургской теннисной площадке спортсмены из Екатеринбурга, Гая, Казани, Москвы и других городов. В день открытия турнира вспоминают Виктора Черномырдина. Сотязание посвящено памяти советского и российского государственного деятеля. Нам в войне приятно встречать на Оренбурге, извините всех участников. Почему? Потому что Игорь Сипанович Черномырдина является нашим человеком. Человек, действительно, с большой группой, который вложит огромный вклад, и стал огромный вклад в обмене в становление российской федерации в экономике развития красного общества. Первые минуты турнира. Уже чувствуется дух соревнований. Спортсмены 2005 года рождения и старшие показывают свои умения в одиночном и парном разрядах. Многие участники признаются, теннис стал для них не просто увлечением, а образом жизни. Повышение профессионального уровня и, конечно же, интерес играть в настольный теннис, потому что я все-таки занимаюсь этим делом профессионально и уделяю этому очень много времени в своей жизни. Поэтому хочется, конечно же, выиграть. В России проходят всего пять подобных турниров. И уникальны они тем, что дают возможность юным спортсменам показать свою подготовку, а также получить звание мастера спорта. Этот турнир дает право на присвоение мастера спорта. Первые восемь мест в личном разряде имеют право присвоить мастера спорта. И в парных разрядах финалисты получают звание мастера спорта. Среди участников и те, у кого уже есть звание мастера спорта. Для них нынешний турнир – подготовка к более масштабным состязаниям. Вспоминая прошлые победы, они стремятся к новым успехам. В том году мне удалось выиграть турнир. Турнир как бы… я был, ну, не фаворитом далеко. Мне получилось выиграть этот турнир и подтвердить свой статус мастера спорта. Подтвердить свой титул, выиграть турнир снова. Увековечивание памяти, популяризация настольного тенниса, а также здорового образа жизни – одни из целей турнира. Впереди еще четыре дня соревнований. Лучших участников отметят медалями, грамотами, а также ценными призами. Елена Еремина, Владислав Горбунов. Новости дня. К этому часу это все, о чем мы хотели рассказать. О дальнейших событиях вы узнаете из следующих выпусков новостей. И переключайтесь. Хорошего дня.